Джокушка, какая красота у тебя! Смотрите, какой снег у нас за окном. Ну, просто прелесть! И Джокушка такой сидит важный. В окошко смотрит. Красотка! Джокушка у нас сидит на присаде, видите? Раньше он боялся её. Теперь вот всё, привык. Скажу, теперь мы с присадой друзья. А за окном у нас вот такой вот снежочек красивый. Красотища! Правда, вот это вот всё подпорчивает. Обнесли забором и будут строить лоз. Ливнёвку. Ливневые отчистные сооружения. Вот так вот. Был лес, и теперь видите, что? Вот такие вот новости. Не очень, конечно, хорошие. Скажет Джокер, даже я расстроен, что теперь буду не лес видеть, и непонятно что. Хочу Джокеру сделать какую-нибудь интересную присаду, но я пока не знаю, где выбрать. Есть на Озоне, есть на Валбересе можно посмотреть. Может быть, кто-то из вас заказывает такое сооружение в виде присады на подоконнике. Ну, я не знаю, есть ли смысл это делать, потому что у него и так, в принципе, нормальная присада. Просто здесь нужно что-то повесить, чтобы ему было не так скучно. Ну, скажем, мы пойдём в лесочек, да, когда найдём время, и обязательно-обязательно там насобираем веточек. Сейчас весной будут ветра сильные, будут падать ветки. Мы их соберём и обязательно Джокушке дадим. Да, Джокер? Кто там? Кто там чихает за дверью? Марсик? Марсик лёг под дверь и чихает. Так, показываю, какие у нас здесь проблемки с клювом, но я не считаю это пока проблемой, потому что клюв – это как рабочий инструмент у таких вот птиц, и поэтому… Опять сидит, давится, смотрите. И поэтому вот клюв у них в таком состоянии. Но немножко он у нас стал, мне кажется, получше, потому что пилочкой я пробовала сама подпиливала вот эти вот места. Заводчица мне тоже это советовала. О, почеши, скажи, мамочка, почеши. Видите, сейчас Джокер в период загула, потому что я его погладила по спине. И если гладишь их по спине, они начинают вот так вот просить курочку. Почему у нас Джокер постоянно разрывается? Курочка! Да, Джокушка? И таким голосом просит постоянно курочку. Как ты внимательно слушаешь маму? Скажи, все бы так маму внимательно слушали, да, Джокушка? Вот видите, он сейчас раскрылился и сидит. Сидит под гипнозом Джокушка у нас, под гипнозом. Так что посмотрим, дождемся весны, что будет дальше. В планах купить шлейку для него, но сначала купить специальную… А, называется клетка, чемодан, что ли? Клетку-переноску. Вот, и попробовать его, ну, каким-то образом сначала в клетке вынести на солнечный свет, чтобы он получал витамин D в полном объеме. Клетка специальная для птиц Джоко с толстыми прутями, но она маленькая. То есть это такой выносной вариант, чтобы вынести ее, поставить их где-то на улице, ну, и, соответственно, смотреть. Смотреть за попугаем, который… Смотрите, что сделал с нашей ручкой. Ну, это еще, скажи, только цветочки. Вы не видели, что там дальше с уплотнителем я наворочил. Вот как-то так. Так что решила я, что одна комната пусть будет его. Не надо по всем комнатам выпускать его летать, потому что это очень проблематично в виде уборки. Кто-то там пишет в комментариях, ну, какие-то два таких человека, наверное, очень далекие от любви к животным, написали, что у вас, наверное, засрана вся квартира. Да, даже Джокер, смотрите, как смотрит, с удивлением скажет, ну, дурачки какие-то писали. Ну, что ты, мама, обращаешь внимание? Ну, смотрите, как он раскрылился. Нет, не вся. У нас вот эта моя майка, которая мне уже не нужна. Вот это за то количество, за два или три часа, которые он нагаден. И именно специальная клеенка. Вот я вам показываю. Она очень удобная, очень удобно моется. Единственный минус, он иногда, когда злится, он может ее просто подходить и грызть. У нас в квартире эта вот комната именно для попугая даже чище, чем у тех, у которых нет животных, понимаете? Вот, но показывать что-то, доказывать каждому. Скажи, мы не собираемся, это ваша проблема. Хотите, верьте, хотите, нет. Но полы у нас всегда очень чистые, потому что мы их моем каждый день. А вот у кого как раз-таки нет никаких животных, нет питомцев, они эти полы могут не мыть месяцами и просто не видеть эту пыль. А у нас вот идем мы, вот я уже не знаю, тут, ну, день точно не мыло полы, сегодня нужно начинать. Ну, у нас мы идем, смотрим, валяются два перышка. Кстати, нужно купить корм от Линьки. И все, вот это наш мусор. То есть у нас, это переджокушки, чтобы вы понимали, никакого мусора, никакой пыли нет. Нет, единственное, то, что есть в этой комнате, это вот, если уж так вот докопаться, провести, вот я специально где-то, ну, сутки точно не мыла полы, провести по полу, и вы видите перхоть. Это перхоть от самого попугая. Вот, ну, и вот то, что он сейчас с пола, пока при полете, видите, нужно подмести. Когда взмахнул своими крыльями. И на телевизоре тоже иногда, знаете, есть такой эффект, как объяснить, как будто, кажется, царапины какие-то, но это не царапины. Сейчас я вам покажу телевизор. Вот, смотрите. То есть, ну, почему-то он какой-то тут непонятно показан. Я хочу, чтобы вы видели его, то, что телевизор пока что унизглась в норме, понимаете? Пока он не погрызан, ничего. Но бывают эффекты таких разводов, разводов меловых. То есть, этот попугай состоит, я его называю, из мела. Из мела такое, знаете, как сепия. Вот они любят это всё грызть. Как пудра, из пудры. И это норма. То есть, если у попугайчика Жако клюв имеет вот такой вот белый, как напудренный немножко, не цвета, на лёд, ну, вот такой меловой, как в милу, это нормально. Плохо, если он у него блестит, и такого мела нет. Сейчас Джокер подумает, скажет, ты что, мать, на меня наговариваешь? Ты что меня тут наговариваешь на меня, да? Так что... Потому что когда... Из-за чего это происходит? Когда попугай своим клювом чистит свои пёрышки, вот там вот у него всё. Не знаю, сейчас получится показать, нет. Так, тёмная ночь. Джокер замер. Замер, Джокушка. Смотрите. Не знаю, видно или нет. Сейчас ещё раз. Не даётся, видите? Ну, если бы кто-то подержал, скажу, телефон, тёмная ночь. Сейчас мы будем его отвлекать. Видите? Нет. Вот, то есть, когда я вот так делаю, у него там пыль, пудра. Не могу над выражением лица Джокера. Поэтому, когда он вставляет клюв вот тут вот, вот здесь вот свои пёрышки ощипывает. Да, скажи, мама, мне нравится, как говорит, и то, что говорит. Мне очень интересно это слушать. У него становится белый клювик из-за этого. Вот и всё. Так что, ну, соответственно, видите, и такие же лапки. Вот. Кто-то ещё там переживал насчёт колечка, вот этого номерного. Его можно срезать. Это делается специально в ветклинике, ну, наверное, специальным орнитологом. Но я не хочу сейчас к этому лезть. Это не нужно сейчас. Нам, скажи, нас пока всё устраивает. Да. Вот этого вот делать, конечно, не надо. Вот почему мне не нравятся колечки. Потому что он этими кольцами, он себе, лучше бы делали их какими-нибудь деревянными. Ну, понятно, что рано или поздно он бы их сгрыз. Он себе травмирует клюв. И из-за этого он у него иногда трескается. Вот. Так что вот так вот. Вот видите пыль. Если сейчас его искупать под душем, у него, ну, целые сутки, наверное, этой пыли не будет. Поэтому лучше, в лучшем варианте, тёпленько водичкой. Не холодной, а тёплой. А лучше какой-нибудь вообще из-под фильтра будет, ну, просто красота. Такой прохладненькой. Можно его обмывать, попугай. И тогда у него перья такие красивые, без этой пудры. Ну, и, в общем, скажи, вот как-то так. Скажи, да? Вот так мама провела беседу со своими подписчиками. То, что ничего тут не загажено. Всё в порядке. Вот. Так что у всех бы было, да? Так. Загажено, как вы называете. Ну, как там даже один кто-то, я даже не знаю, подписчик это или не подписчик, один написал какую-то чушь. Не конкретно, что у нас. А я потом этот комментарий вставлю. У вас на... Не помню, как было написано. Наверное, вся квартира засрана или что-то вот в этом... Ну, типа того, понимаете? Так что я не думаю, если люди любят животных, что это для них проблема. Прям раз в день подмести перья. Тем более у больших попугаев у них перышки, ну, они намного, соответственно, больше, имеют другую структуру, форму. Ну, и для меня, что за маленьким попугаем подметать несложно. Мелкие перья, хотя их собрать сложнее, чем большие. А большие вы просто можете пройти и собрать вручную, без веника. Но суть в том, что от маленьких попугаев вот в чем разница. Я никогда не замечала такой пудры, то есть перхоть своеобразная специально. А вот у больших, вот именно у Жако, не знаю, как у Ар, у попугаев, вот у Жако есть, да, вот такая пудра. Я замечала. Кстати, вспомнила. Я вспомнила то, что на... у Татьяны канал, ну, из Тайгана Татьяна Алексагина, я сейчас вспомнила про Ару. Арочка белая у них. И когда эта Ара садилась на ноги к Татьяне, у нее тоже коленки были в пудре. Значит, и Ары. У них тоже есть эффект вот этот пудровый. Вот смотрите, падают. Аккуратно, кстати, сейчас, когда такая, ну, минус 2, там, плюс 1 или около нуля температуры на улице, аккуратнее ходите под окнами, потому что могут сосульки падать и большие глыбы снега. Так что у нас на этом все. Всем пока-пока. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Зене обязательно. Мы всем будем рады. И подписывайтесь на нас. Посмотрите, что делает, а? От засранец. Ай, ты что кусаешься? Зацепился. И подписывайтесь на нас в Ютубе. Вот так вот у нас весело. Я зацепился за маму. За ее кофту. Ух ты какой, ух ты какой, Джокушка. Ух ты какой, Джокушка мой. Попался? Что-то ты злой. Кушать, наверное, хочешь. Пошли покушаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok